Ну а мы поговорим о том, что в последние годы технология выращивания так называемого лабораторного мяса сделала большой скачок и можно ожидать, что в ближайшие годы такое мясо появится на прилавках. А ну а мы обсудим тему подробнее с руководителем компании «Растительный вторник» Анной Каплиной. Доброе утро! Здравствуйте! Доброе утро! Недавно фирма Туру Урингу ТАЭС провела опрос, согласно которому 54% жителей нашей страны в возрасте от 15 до 34 лет, то есть мы говорим о молодых людях, были бы готовы заменить обычное мясо лабораторным. Выходит, что спрос уже существует, а предложения пока практически нет. Спасибо за этот интересный вопрос. Я очень рада, что у нас есть возможность обсудить эту захватывающую тему, которая смотрит прямо в будущее. Да, действительно получается, что люди все больше открыты идеей лабораторного мяса, интерес к нему растет, и получается, что предложения пока нет, но предложения появятся в самое ближайшее время, потому что уже в следующем году бургеры с культивированным мясом будут доступны в первых элитных ресторанах, и ожидается, что в широком доступе в магазинах такие продукты появятся самые поздние к 2025 году. Так что изменения уже происходят прямо сейчас. Если бы меня спросили, какое мясо я предпочитаю, согласна ли я была бы употреблять лабораторное мясо, я бы не знала, что ответить, потому что я не понимаю, что такое лабораторное мясо. Не пробовала. Не пробовала, да. Поясните, пожалуйста, что это такое, как оно производится? Когда мы говорим о лабораторном мясе, также его называют культивированным мясом или чистым мясом, мы говорим о настоящем мясе, которое выращено в лаборатории. Его не следует путать с растительными альтернативами, такими как продукция компании Beyond Meat или Impossible Burger, которые все более популярны, но они производятся именно из растительных компонентов. А лабораторное мясо выращивается в лаборатории. У животного берутся клетки, стволовые клетки помещаются в раствор. В этом питательном растворе они размножаются и получаются мясо. То есть все-таки клетки берут у животного, это значит, что убежденным вегетарианцам и веганам такое не подойдет? Есть люди, которым это не подходит, но если мы посмотрим в более широком масштабе, то сейчас у нас 70 миллиардов животных на промышленных фермах. А если весь мир теоретически перейдет на лабораторное мясо, то таких животных нужно будет всего пару тысяч. Так что, вы понимаете, масштаб совершенно разный. Ну, когда животное растет, и, соответственно, мясо тоже у него наращивается, качество мяса зависит от питания, от того, как животное двигается, в каких условиях оно содержится, каким воздухом оно дышит. То есть от многих-многих факторов. И здесь вот это мясо из пробирки выглядит немножко странно, да? То есть какого качества будет это мясо, какие у него будут вкусовые качества? Можно сказать, что к тому моменту, когда на рынке появится этот продукт, он будет полностью соответствовать по вкусовым качествам, по текстуре, обычному мясу. И уже сейчас, например, компания Just в США, у них уже готов продукт, это куриные наггетсы. И все журналисты, которые участвовали в экспериментах, пробовали, они не могут отличить эти куриные наггетсы от тех, к которым мы привыкли. Так что во вкусовых качествах из меня разницы не будет. Давайте о ценах поговорим. Первый съедобный продукт, такой вот гамбургер с котлетой из культивированной говядины, показали и съели в 2013 году в Лондоне. И на создание 140-граммовой котлеты физиолог из Махстерского университета Марк Пост с коллегами потратил около 300 тысяч долларов. Это безумные деньги просто. Как изменились цены за эти прошедшие 6 лет? Да, действительно. Первый бургер стоил около 300 тысяч долларов, но его цена к сегодняшнему дню уменьшилась, можно сказать, в десятки тысяч раз. То есть к тому моменту, когда мы закончим интервью, цена будет ниже, чем в тот момент, когда мы начали. То есть она постоянно падает? Как биткоин, может резко взлететь, может резко опуститься. Да, и цель компании, которые занимаются такими разработками, состоит в том, чтобы цена на это мясо была такой же, как цена на мясо, произведенное традиционным способом, или ниже. Вот эта компания Маусамита, о которой вы говорите, если я не ошибаюсь, их цель 8,99 долларов США за бургер. Но вы тоже, говоря нам вначале, что скоро вот это появится, упомянули в первую очередь элитные рестораны, то есть на прилавках магазинов не раньше, чем лет через 6, да? Самое позднее, к 2025 году. Но сначала в элитных ресторанах, потом в других ресторанах, и потом все-таки в магазинах, да. Я опять вернусь к качеству мяса. Мясо бывает разным, мало того, что оно говяжье, куриное и так далее. Есть же мясо, например, суповая курица с синими ножками, а есть кукурузный цыпленок, который мы хотим приготовить, и он гораздо вкуснее. Есть мясо специально для стейков, и тоже его очень много разновидностей. То есть можно ли сказать, что эти лаборатории будут выращивать мясо вообще на любой вкус, перфектного качества и удовлетворять все запросы жителей? Скорее всего, будут. Первым, скорее всего, появится фарш, потому что его производство несколько проще. Например, мраморное мясо действительно сложнее сделать в лаборатории. Но это потребует некоторого времени, но по вкусовым качествам оно не будет уступать. И вы знаете, мясо, вкус мяса, это во многом достигается благодаря кулинарным способностям того, кто его приготовил. Даже обычное мясо мы же не едим в сыром виде, поэтому люди придают вкус все-таки этому мясу на кухне. Расскажите о компании «Растительный вторник», руководителем которой вы являетесь. Что это такое? Для чего? Для кого? Компания «Растительный вторник» или «Time the Tasty Path» — это такое начинание, которое призывает жителей Эстонии один день в неделю питаться вкусной, разнообразной растительной пищей. Дело в том, что у нас есть проблема. В среднем жители Эстонии употребляют 78,5 килограммов мяса в год, и это в два раза больше, чем норма, которую рекомендует Институт развития здоровья. И мы предлагаем решение этой проблемы. Мы опубликуем вкусные рецепты на наших страницах в социальных сетях, мы даем советы людям, как сделать растительную пищу более вкусной. Сотрудничаем с предприятиями. У нас ресторанная компания, к которой уже присоединились более 50 ресторанов. И в последнее время рестораны все больше сами к нам обращаются и говорят, что они хотели бы присоединиться. То есть в этих ресторанах во вторник невозможно попробовать мясо, только растительная пища предлагается? Нет, не совсем так. Растительные варианты есть наряду с мясными. А почему вторник? День случайно выбран? Ну, в разных странах по-разному. По-английски это называется «meat last Monday», то есть понедельник. А у нас вторник, потому что «time» на «t» звучит лучше. А, «t», «t», двойные, двойные. Ну, что, четверг – рыбный день, вторник – растительный. Почему бы и нет? У нас в гостях сегодня была Анна Каплина. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо.